это расклад на тему какое прозрение к нам пришло 13 числа в этот раз на 10 вариантов и я сделаю немножко по-другому вы загадываете свою карту выбираете можете ставить на паузу первые 5 вверху вторые 5 по 10 внизу карты будут находиться я разом открою и расскажу и про вариант и в целом такой смешанный вот расклад и для всех одна картина будет дополнять другой для каждого поэтому тут таких тайм-кодов не будет можете выбирать что нам в целом принесло это 13 после кометы 13 это прозрение перед новым годом перед солнцестоянием перед рождеством и после такого кошмарного года после затмений после кометы какое нам пришло прозрение сейчас посмотрим можете загадывать так как это будет и всех касаться и каждого личного чего-то особенного поэтому по-другому сделаем ставьте на паузу я открою сейчас чтобы сэкономить видео я не буду это показать первый вариант шестерка мечей шестерка мечей это говорит о пути что-то пришло прозрение пути но это прозрение не такое счастливое это мечи вы узнали что или узнаете что весь мир играет в азартную игру в кости что выпадет и смотрит играют народы играют правительство играют на деньги на что угодно все играют в кости и делают вид что идут какой-то там заветной и далекой цели и его карта дает совет чтобы вы вышли из зоны игры и не принимали ни в коем случае мячи это еще и операции и всякая медицинская хирургическая деятельность и вот вам совет выйдите из этой зоны игры и не рискуйте дайте им наиграться и все пройдет вот такой первый вариант и мы переходим ко второму но я уже сказала это общее что узнал у нас второй вариант и мы все с ним тройка пентакли тройка пентакли это все учатся жить в этой атмосфере вы узнаете какую-то информацию вам она придет какая-то информация связанная с заработками заработками из питания если вы сельским хозяйством занимаетесь это какое-то известие о вашей деятельности если вы продуктами питания занимаетесь это тоже но и всем другим эти вести придут с дороги от шестерки мечей это будет очень важно и не самое приятное но и не роковое голода не будет и на еду вам хватит вот такое у вас прозрение но в целом вести об этом не очень хороший потому что шестерка мечей она не самая хорошая карта и тут могу добавить что мир играет и на продукты питания вот это все подражание исчезание продуктов это чисто искусственная мера и вся проблема еще у вас может быть это не продукты питания это каким-либо способом вас волнует ваше передвижение или учеба и то и другое вам тоже искусственно очень перекрывают по шестерке мечей но так как это у нас тринадцатое обе карты прямые они говорят что это не будет долго и это пройдет поэтому говорю что это еще касается всех людей в мире вот такой второй вариант мы переходим к третьему третий вариант тринадцатый аркан смерть вы узнали что ваши многие предположения оправдались вы дошли до точки когда они свершаются если вы сомневались что многие затеи рухнут разорятся найдут свое скажем так найдут свой конец то это будет ваши предположения правильные в этот период вот на что вы посмотрите и поймете что это разорится это развалится а это ведет вообще к летальному исходу ситуация оно так и будет и вы очень скоро узнаете и все узнают об очень многих разорениях особенно сперва начнут разоряться мелкий бизнес мелкая торговля и транспорт потому что у нас это идет третья карта первая шестерка мечей вторая тройка динариев и они смыкаются на тринадцатом аркане и это рухнет и очень-очень быстро вот такое прозрение но опять-таки эти карты прямые это говорит что рухнет не так уж смертельно это не так уж страшно оно поднимется еще говорят что вы не пострадаете в этом карты все прямые до этого момента мы переходим к четвертому варианту и общему для всех туз чаш туз кубков ну вам идет недвижимость это точно или семья то о чем вы мечтали после краха долгого периода после тринадцатого аркана который идет перед этим после бесполезных дорог по шестерке мечей после каких-то растрат после знаний вам придет недвижимость и еще это предвещает если в общем плане что интерес к ней погаснет потому что рядом тринадцатый аркан смерти это многие вопросы что вы хотели решить они погаснут и внимание всех будет больше направлено на свое выживание на свою семью на то чтобы ее обеспечить по тройке пентакли на то чтобы она не разъехалась не развалилась и в общем то всем совет берегите свою семью берегите здоровье своих близких это самое важное и она тоже прямая и это получится но в целом если у вас было в планах поменять жилье переехать оно исполнится и вы найдете информацию для этого вы уедете со старого места жительства и очень много народу покинет свое место жительства и поедет в другую страну жить смерть стузовом чаш знаменует конец этого еще жилья вашего жизни в этом месте в глобальном крушении этой темы недвижимости где-то ценности семьи очень много семей развалится поэтому берегите их и еще еще тоже предупреждает в целом мировом смысле что много смертей будет опять-таки смерть в доме это конец и это логично это вот игра это выбор этого пути вот приводит к такому результату а виной всему шестерка мечей это игра на своем здоровье это риски какие-то что-то человек не доделал с собой что-то за ним не досмотрели может быть чем-то не помогли вот такой четвертый вариант переходим к пятому пятый вариант у нас первая карта перевернутая иерафант это смена отношений это смена коллективов это привычное общество где каждый занимал какую-то иерархическую ступеньку она была привычна она была понятна оно развалится разваливается не только семья сейчас у многих но и разваливается общество оно разделяется оно раздваивается и вы четко понимаете что отойти и занять нейтральную позицию это самое лучшее вы очень четко видите раскол вы очень четко видите куда идет и видите что повлиять вы не в силах и что надо сперва спасать себя а не всех потому что иерафант перевернутый это время не бороться а просто отойти обдумать я еще говорю что у вас неплохой материальный запас и что сейчас важно как это не думать а делать себе запасы для кого-то это запасы зерна еды по тройке пентакли у кого-то это деньги на дорогу по шестерке мечей чтоб уехать рвануть впрочем это может быть все вместе у кого-то найти новую работу новый коллектив новый дом в других берегах под узел кубков но в целом это очень сцеплено с третьим вариантом с тринадцатым арканом перевернутый иерафант вы хотите закончить какие-то отношения это многолетние отношения порвать и этим вы правы не всех можно спасать а если брать в целом по миру то очень много отношений в странах между странами которые казались налаженными которые казались незыбленными в вашем обществе они развалятся по иерафанту перевернутому и тринадцатому аркану это конец это завершение вот такой пятый вариант переходим к шестому шестой вариант у нас мир прямой вы докончите дело о котором мечтали а некоторые уедут потому что над ними первый вариант шестерка мечей это конец вашего пути вы пришли туда куда хотели вы увидели очень четко эту цель и много вам не понравилось но тем не менее вы придете туда куда хотели вы дойдете до конца вы реализуете свои надежды вы реализуете свои мечты но когда вы туда приедете вы поймете что это не совсем то чего может вы хотели вернее вернее как вам представлялось это то что вы хотели но не то что вам мечталось бы реальность будет немножко другой но вы получите то что вы хотели увидите как это сделать вы подошли к этому порогу вы узнали как и вы узнали что это планы надо менять срочно надо срочно менять планы и в глобальном смысле тоже планы поменяются у всех и у правительства и у народа и где жить и очень многие будут хотеть переехать поменять дом родину покончить порвать это повторяется вот еще раз я уже это говорила по 13 аркану и по миру это будет как нельзя более совмещено очень-очень многие будут хотеть поменять эту жизнь и я больше скажу если вы не хотите это знать вы считаете менять ничего не надо вот надо сидеть так имейте ввиду что ваша жизнь будет разваливаться потому что этот мир зажат плохими картами он зажат шестеркой мечей перед ним идет перевернутый аэрофант и переходит он в 15 аркан и в итоге ваши иллюзии превратятся в очень нехорошую реальность поэтому вам этот мир сулит да закончить цикл в одном месте чтоб начать в другом и вы это увидите что было мечтами а что было реальностью в это очень четко в это 13 вы увидели что есть мечты а что реальность и даже если они не это разочарование оно лучше чем эти иллюзии они ведут как это человек увидел что наконец идет в болото и повернул а так бы он шел травка зелененькая кустики ягодки а там трясина вот к вам идет такого рода прозрение шестой вариант мы переходим к седьмому общему для всех и единоличному а тут перевернутый пятнадцатый аркан ну вам пришло озарение кто был негодяем вашей жизни вы поняли кто те люди почему они вам так досаждают и что с этим надо делать вам пришло вот такого рода прозрение и ко всем тоже очень скоро придет что в реальности в мире происходит и кто виновник их бед их несчастье их горе это все всплывет наружу мигом эта информация будет даже для общества напечатана в прессе потому что тройка динариев это еще документы это будет напечатано это будет в интернете истинные зла масла чьи-то все это пройдет а лично для человека вы узнаете кто вам устраивал всякую западню очень нехорошие вещи вы получите это еще подтверждение документально или найдете его переписку в интернете что тоже может быть но вы получите факты вы получите факты и получите оружие как против этого человека который так испортил вам жизнь который ее портил как с ним бороться так что он вовсе не такой плохой это всех касается всех людям которые очень портили жизнь очень досаждали вот тринадцатого числа вам говорит что ну буквально до смерти доводили что вам придет облегчение потому что вы уже знаете это уже легче вы знаете откуда идет истину вы знаете кто предупрежден тот вооружен вот вот такой седьмой вариант мы переходим к восьмому страшный суд высший суд двадцатый аркан но после пятнадцатого конечно после прозрения после осознания что происходит конечно идет суд и это говорит что ваших врагов это продолжение лейт мотивы тему их будут судить высшим судом вот даже телефон прислал сообщение это подтверждение ваших врагов будет судить высшим судом еще говорит если у вас какие-то были налоговое бремя юридическое если какое-то преследование было вы получите от него освобождение потому что карта высших сил уже в следующем она вам прямая вы получите облегчение после долгого периода страдания к вам придет покой и облегчение и вы успокоитесь это освобождение это облегчение это улучшение после тяжелой болезни но это именно облегчение от страданий и ваше прозрение в том что ваши страдания пройдут кто страдал от юридических от государственных каких-то налоговых органов и прочих они тоже получат облегчение и освобождение после пятнадцатого аркана который страдания знаменует тут переходит более благоприятную карту сама она по себе не очень благоприятная но она продолжается прямой картой высших сил и говорит о завершении это уже сто процентов о завершении круга ваших мучений вам будет легче по-любому но так как она у нас сверху еще с тринадцатым арканом соединена да что это говорит для многих это еще раз говорит что многих будет фатальный конец после страданий вы это узнаете очень много двадцатый аркан еще значит кладбище и смерть и пятнадцатый аркан карта высших сил что вы очень много узнаете о смертях это не ваша смерть но вы узнаете об очень многих и все тоже узнает об очень эти карты сцеплены вы узнаете вот такой восьмой вариант и восьмерка это еще сам по себе тоже суд это справедливость это дважды суд это справедливость и что справедливость еще она говорит всем придет вот всем реально придется дважды повторяется мы переходим к одиннадцатому варианту одиннадцатый вариант карта высших сил прямая после судла и над ним туз кубков это говорит это говорит что вам повезет вы узнаете свой выигрыш и выигрыш который вам предопределен судьбой высшими силами это получите или дорогой подарок или приобретете недвижимость и приобретете семью это ваше это ваше по праву всем людям на земле она говорит что ваше страдание что вас сейчас так терзает эти все бесконечные похороны да это все закончится эти трагедии несчастья но перейдет в карту высших сил прямую благоприятную это закончится это информация для всех этих похороны эти известия смертях это бесконечное это притеснение по пятнадцатому аркану пятнадцатый аркан перевернутый это притеснение очень сильное но не от него он стоит рядом и седьмое седьмая позиция восьмая это земное правосудие это не небесный суд что вы очень много терпите от власти и очень несправедливо потому что пятнадцатый перевернутый еще раз говорю это не небесное в данном случае правосудие это земное это чисто люди которые изображают собой эту карту вроде они ходят на службу занимают какой-то пост а сами пытаются сыграть пятнадцатый аркан им не являясь так вот это закончится вам приходит облегчение всем а лично человеку который эту позицию загадывал предвещает семью дом счастье и это его это выстраданное это не то что ему подарили просто оно выстраданное по двадцатому аркану по пятнадцатому по миру это человек долго планировал очень страдал вы получите завершение своего желания у вас у вас у вас на сверху самая благоприятная карта стоит и это самая прямая карта высших сил безусловно говорит да на все проекты мы переходим к одиннадцатому после одиннадцатого двенадцатого последнего двенадцатый вариант тройка жезлов она тоже продолжает и она совершенно естественно из карты высших сил мы говорили что это семья еще раз подтверждает что у вас будет хорошая семья и вы заложите основу своей личной жизни своего урожая из перевернутого иерофанта над головой вы начинаете возделывать новое поле новую работу новый дом где-то после переезда может быть после перемены страны и вы там обретете если вы меняете страну вы найдете то что вы хотите если вы меняете работу вы найдете что вы хотите если вы покупаете дом это будет то что вы хотите но вот заложить жизнь в новом доме вам придется начинать как бы это несет аспект что это вам придется начать сначала очень многое возделывать поле для своего урожая но и переживать не стоит урожай все-таки придет для всех после разрухи будет возрождение но оно не будет что включили рубильник все заработало волшебным образом деньги посыпались нет после разрухи такое после 15 аркана после суда он не несет материальный ничего мир это все внизу одни иллюзии сейчас люди как это там тратят последние а дальше переходит мир тут не в той позиции чтобы принести деньги в нижнем ряду не пятнадцатый аркан вам деньги не принесет не двадцатый но карта высших сил может принести в сочетании с другими вот стузом кубков она принесет хоть то но скорее всего она уйдет у большинства в дом или в одну покупку и чтобы начать зарабатывать и возрождать как бы цивилизацию мир по тройке жезлов всем придется пахать именно закладывать урожай ждать пока он и вам тоже придется но урожай придет и жизнь наладится вы получите свой урожай потому что как бы ни было иерофант сверху несет деньги и последние все карты они денежные прямой иерофант перевернутый карты высших сил это все деньги то есть со временем это маленькое ваше поле превратится в огромный урожай и всем можно сказать что со временем жизнь наладится и заработки будут даже больше чем были но пройдет время но не необозримое нет никаких невозримых сроков тут нету оно пройдет и люди будут налаживать свою жизнь и у них это получится и все наладится и лично у вас и у всех вот там раскладе я уже говорила все карты связаны друг с другом абсолютно одно перетекает в другое и смотрится совсем вместе вот такой был расклад у нас на 13 число записываю 13 к полночи как раз пик его в прошлую ночь с 12 на 13 и это до 12 еще как-то на последних минутах 13 числа когда максимум приходит прозрение вот такой расклад до 14 до 14 до 15 до 15 до 15 до 15